Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучим вопросы с нашего сайта. Какое знамение сделал Господь Каину, что его не убивали? И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И в этом знамении что? Любовь или проклятие Божие? Ответ. Епископ Виссарион считает, что у Каина сразу появилась болезнь, трясовица, дрожание членов тела. Как бы от сильного страха, свойственного убийцам. Притчи. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Приходилось ли вам быть с убийцами? Я их видел очень много. Бегающие глаза, беспокойство, подозрение в каждом увидеть того, кто его схватит. Внутреннее дрожание, зажалку и свою жизнешку. Толкает его на новое преступление. Как пишет Давыдов в метафизике своей воли, убийца поднырнул под нравственность и стал вне закона. Атеана, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Убийство – это единственный грех, который сразу же перебрасывает человека за грань звания человека. Он делается лжецом, скрывая себя и становится чадом дьявола. Вопрос 346, первый том, открытым оком. Псалом 88. «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду?» Поясните, пожалуйста. Евреям ответ. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Почему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложности своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Люди, которых много раз обманывали, делаются очень мнительными в отношениях с друзьями. Им нужны исключительно веские доказательства верности того, что им говорят и обещают. «Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Бог разговаривает с нами, как отец с малолеткой. Как бы говорят так, ты знаешь, что я Бог. И Бог святой, праведный. Да если я не исполню то, что тебе обещаю, пусть не будет у меня этого эпитета «святость». Это все равно, как если бы генерал что-то обещал рядовому по твердую клятву. Да не быть мне генералом, пусть меня разжалут, если я этого не сделаю. Опрос 347, первый том открытым оком. Книга Судей, 11 глава. Иефай обещал Богу отдать первое, что выйдет из его дома. Принести Господу во все сожжения. Вышла его дочь, и Ефай исполнил свой обед. Разве Господь не запретил человеческие жертвоприношения? Ответ. Эту историю ныне пытается изъяснить так, что дочь Ефая только осталась девой, но не была убита. И на это есть намек в самой этой повести. Для чего же дочь его два месяца бродила по горам и оплакивала не жизнь свою погубленную, но именно девство? Стихи 37, 8. И сказала отцу своему, сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди, и отступил ее, отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. Известно, что значило для еврея его потомство, его продолжение рода. Но у Ефая небо больше ни сыновей, ни дочери. Она была у него единственная. Если он запрещает ей выходить замуж, то для него это было равнозначно тому, как если бы он лишился дочери вовсе. Корни будут полностью подрублены и надежные династическое продолжение рода нет никакой. Может быть будут еще дети от других жен. Тем более теперь Ефая будет судей Израиля и не на один год. И с выбором невеста у него затруднений не предвидится. Апостол Павел среди героев веры, евреям, «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Называет Ефая. Если бы он был убийца дочери, то вряд ли попал бы в число примеров, достойных подражанию. Иное толкование состоит в том, что дочь вождя служила отныне при Скинии в Силоме. Была всего девушкой. Всегда. Девой девственницей. И эта повесть заканчивается совсем уж по этому сценарию, какой мы предположительно выстраиваем. Судей. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему. И он совершил над ней обедствы, которые дал. И она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевой ходили, оплакивая дочери Ефая, голодитянина, четыре дня в году. Не познала мужа. Если бы речь шла об убийстве ее, то снявши голову по волосам не плачут. В горах оплакивало девство, но не загубленная напрасно жизнь. И здесь он совершил над нею обед свой, который дал. И она не познала мужа. Обещание клятв Ефая было безумной и подало великий соблазн на целое тысячелетие. Когда евреи видели такое деяние у язычников, им это отвратительно было видеть и слышать. Четвертое царство. Вопрос 348, первый том открытым окон. Когда Исаия вызвался на дело Божие, он сказал, «Куда мне с нечистыми устами? Что значит нечистые уста?» Ответ. Нужно точнее цитировать места Библии. Это написано у пророка Исаия, 6 глава. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в реке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Христос сказал про уста, чем они оскверняются, делаются нечистыми. От Матфея, «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». От Матфея, «Не то, что входит в уста, оскверняй человека, но то, что выходит из уст, оскверняй человека, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняй человека». Есть толкование такое, что клещи – это ложечка при причащении, а уголь – само причастие. Смысл такой – надо приносить Богу раскаяние, жить по заповедям, его хранить себя, не грешить, и чтобы ничто нечистое не только в уста не входило, но и из уст не выходило. Иезекииль, «Тогда сказал я, «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвещины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». От Матфея, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». «Осуждающий другого наполняет уста своим навозом». «Уста курящего демонской кадильницы», – говорит Иоанн Кронштадтский, «освящение уст идет через молитву за врагов и за прославление Господа». Это как фимиам, жертва вечерняя. Проповедь освящает уста. Вопрос 349. Евангелие от Матфея. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Поясните этот стих. «По отношению нас, православных, это высвящивается так. Священники да архипасторы не ищут ответов в слое Божьем-то, не знают его и не любят. А значит, и непросвященные и слепы, но авторитет их весьма высоку слепотствующих и невежных. И священники учат их такими неважным, таким постящим вещам, про которые стыдно и говорить. Через какое пришлось подавать свящу, как правильно заказывать на панофитку, на панихиду, как правильно пить святую воду и просворку съедать натощак. И часто говорят о том, что апостол Павел называет бабьими баснями, а знатоуст – бреднями пьяных старух. Место пустым, незанятым не может быть, природа не терпит пустоты. А от Матфея тогда говорит – возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Слепые прихожане учатся юродствовать, разведывают, каким маслом смазывали формы для выпечки хлебов, и, не зная закона Слова Божия, совершают страшные смертные грехи, волшебствуют, занимаются шептунством. Притчи – жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Мелочная пустая щепетильность съест комар, а нарушение важнее за заповеди, когда ее ставят ни во что, и есть поглощение верблюда.